Известная актриса пришла к Шепелеву после слухов о романе с Задорновым. Известная актриса Марина Орлова прошла проверку на детекторе лжи. Звезда стала героем программы «На самом деле» на Первом канале. Марина Орлова не первый раз становится участницей публичного скандала. Не так давно об артистке много писали в прессе. Ее называли музой юмориста Михаила Задорнова. Тогда девушка рассказывала, что между ней и артистом проскочила искра и породила слухи о том, что они состояли в интимных отношениях. Дова юмориста Елена Бомбина, в свою очередь, обвиняла Орлову в желании попиариться. Теперь 20-летняя модель Кристина Строителева заявляет, что Марина Орлова пытается увезти у нее жениха, актера Георгия Кириянова. Манекенщица нашла в телефоне возлюбленного нежную переписку с артисткой. Я решила ей набрать. Она сказала, что они уже 4 месяца состоят в отношениях, что у них все хорошо, что Гера ее любит. Я ей объясняю, что Гера мой молодой человек, что мы уже полтора года вместе, что дело идет к свадьбе. Я попросила ее отойти, потому что у нас все хорошо, у нас все серьезно, просто исчезнуть. Она сказала, что у меня с головой не в порядке, что я сумасшедшая, больная. Рассказала Кристина Строителева ведущему шоу «На самом деле». Дмитрию Шапилеву. Марина Орлова, которая тоже появилась в студии программы, обвинение Кристины Строителевой опровергает. Какие новые способы стали люди применять для того, чтобы как-то прославиться? Заявила артистка с порога. Марина рассказала, что встречается с Георгием 4 месяца, у них стабильные крепкие отношения. Орлова уверена, что у Строителева и Кирианова никогда не было романа. Модель, по мнению артистки, просто сумасшедшая. Однако детектор лжи показал, что не все так просто. Согласно результатам исследования, обе девушки говорят правду. Дмитрий Шапилев пригласил на съемочную площадку самого Георгия. Кирианов отметил, что никогда не состоял в отношениях со Строителевой. Мы виделись с ней примерно полтора года назад на кастинге, мы снимали рекламу. Больше ни личных, ни деловых. Никаких отношений у нас больше не было, сообщил артист в эфир программы «На самом деле». Кирианов также прошел проверку на полиграфе. Удивительно, но, судя по показаниям детектора лжи, артист тоже не врет. Собравшиеся в студии эксперты не могли понять, как на один вопрос им удалось получить два противоположных и правдивых ответа. Публикация фотографии из Инстаграма Ситуацию прояснил частный детектив Василий Пашкевич. Сыщик следил за Георгием Кириановым по заданию редакции ток-шоу «На самом деле». В итоге Пашкевич выяснил, что у артиста есть брат-близнец по имени Аркадий. Родственник приехал на программу, чтобы пройти полиграф за артиста. Георгий хотел скрыть от Марины и Кристины, что какое-то время встречался с ними обеими. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Королеве пришлось оправдываться после скандала с Марку. Эпоха смерчей. Россиян предупредили о катастрофе. Бабочки в животе. Шейх нашла утешение с бывшим мужем Энистон. Помощник откровенно о разводе певицы глюкозы. Родные звезды Брестской крепости. Предчувствовали ее смерть. И многое другое.